Можно ли пить Red Bull? Еще один вопрос, который только от молодежи мог прийти. В отношении всяких energy drink, в отношении всех энергетических напитков. Знаете, это такой вопрос, по которому нам тоже иногда сложно бывает сказать, да или нет. Это грех или это не грех. И вот подобным вопросом нам важно применить принципы Писания. Несколько текстов, которые это показывают. 1 Коринфянам 6, глава 12 и 13 стихи. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. И 1 Коринфянам 10, 23. Все мне позволительно, но не все назидает. Я хочу, чтобы вы обратили на три момента в этих стихах, которых я отметил. И давайте вот эти три момента мы применим в отношении Red Bull, в отношении этого напитка. Первое, Павел говорит, что мне все позволительно. Возможно, энергетический напиток, поскольку он продается в магазине, поскольку нет какого-то ограничения в возрасте для продажи, возможно, он позволителен. Но я хочу, чтобы вы задали себе вопрос, а полезен ли он? Полезен ли он? И текст Писания, который мы прочитали, он продолжается, потому что сказано там, пища для чрева и чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа и Господь для тела. Обратите внимание, тело для Господа. И если вы отвечаете на этот вопрос, полезен ли любой энергетический напиток, 100% вы найдете очень много свидетельств. Он не полезен. Если Писание говорит, что наше тело для Господа, и Писание говорит, что мы не свои, и тело наше храм Божий, это значит, мы должны заботиться о том, чтобы использовать, употреблять только то, что полезно для тела. Я понимаю, что в этом вопросе речь идет не только о Red Bull, не только о энергетических напитках, а о любом другом пище или напитке, кофе или сода или любое другое, что мы употребляем. Оно относится к этому принципу. Тело для Господа. Мы должны использовать, употреблять только то, что полезно. Второй принцип, который мы нашли, возможно, Red Bull позволителен, но вопрос, а не обладает ли он вами. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. И это еще один момент, это еще одна проверка, которую мы должны сделать. И очень часто я замечаю, что молодежь поддается этим зависимостям в отношении энергетических напитков, кофе или каких-то других. И нарушается этот принцип, что-то начинает обладать нами. А Писание показывает, что мы принадлежим Господу, наше тело храм Духа Святого. Нами обладать может только Господь, ничто другое. Любая зависимость, в которую мы оказываемся, в которую мы попадаем, это уже грех, это уже проблема, это уже что-то не так допущено в нашей жизни. Поэтому, проверяя вот второй момент, является ли он позволителен, ответьте себе, не обладает ли он вами. И, наконец, третий вопрос, все мне позволительно, но не все назидает. Возможно, Red Bull позволителен, вопрос, назидает ли он. А когда мы говорим о назидании, мы заботимся не только о себе, мы заботимся не только о том, что мне нравится или что мне хочется. Мы заботимся о том, насколько через это укрепляется моя вера и насколько через это укрепляется вера моего брата, моей сестры. Насколько это дает духовный рост для тех, с кем я общаюсь. Насколько это приводит к соблазну людей, которые смотрят на то, что я делаю, что я пью, что я употребляю. Насколько это огорчает ваших родителей, которые заботятся о вас и говорят вам о лучшем, что нужно делать. И отказе от плохого, что не нужно и не доставляет никакой пользы. Поэтому, молодежь, я хотел бы, чтобы вы подумали об этом. Подумали, насколько это нужно, насколько это полезно, насколько это назидает. Нет, я не пью energy drink. Не потому, что это грех, не потому, что я считаю, что нужно отлучать молодежь за это, потому что есть более важные моменты. Это должно быть полезно, это должно не обладать мною, это должно назидать тех, с кем я общаюсь. Помоги вам, Господь, по этим принципам жить.